Нормальный эфир. Самира, привет большой! Слишком красиво. И меня что-то заболели комплиментами. Мне теперь не лодка с вами сидеть. Как-то мне теперь... Блин. Короче, засмущали, как обычно. Вы тоже самый красивый у меня. Самый-самый. Жду тебя на свой выпуск мой. Сколько будет идти эфир? Да не долго, на самом деле. Я думаю, пора уже закрываться. Как относишься к тому, что тебя называют инопланетянином? Не, я до сих пор не понимаю, почему меня называют инопланетянином. С чего это пошло и почему это оскорбление? Ну, может быть, я выбежу как с другой планеты из-за татуировки. Я не понимаю этих приколов. Если честно. Почему именно это слово, почему так? Ну, веселее. Да, конечно, веселее сегодня так. День хороший. На Твиче стрим скоро все мы его доделали. Сейчас запустим. Зипки, пока не жди, жди, худаки. Мы делаем сейчас худи сначала, потом зипки. С зипками производство там очень много вопросов. Я стараюсь, потому что... Если я что-то выпущу, это будет круто. Я не соглашусь на что-то, что мне не понравится в руках. То есть, с футболками я прям вот их взял и думаю, все, это просто космос. Это шикарная вообще работа. С худаками у нас сейчас так же в производстве. Мы работаем. Я сейчас разрабатываю дизайны разные, прикидываю. Вдохновляюсь разными крутыми вещами. А зипки чуть попозже. Девушка, коже, сердечко. Я не слушаю. Я даже не знаю, кто это. Как относишься к битве экстрасенсам? Да хорошо, слушаю. Ребята помогают людям, у которых горе. Помогают ментально отпустить психологические людей. И вытягивают из горя круг. Конечно, это хорошая передача. Не хочешь в Калубу? А что делать в Калубе? Ты предложи что-нибудь? Может быть, я хочу. Может, не знаю. Просто пока еще. Дарина, привет! Большущий привет! Какой у меня рост? Где-то 177. Личные сеансы. Личные. Прям. Насколько личные сеансы? Black metal. Скорее, new metal, street metal, слушаю. Папа называется татуированный челик. Мой папа тоже назвал меня татуированный челик. Как отношусь к второе гадание на них? Слушай, ну, я считаю, что они очень сильно могут развивать человека психологически. Он может понимать правильное решение проблем, а может просто идти с ума, потому что он будет по разрешению карт только жить и ходить куда-то. Вопрос, как бы, психики человеческой. Ну, любые монтические системы, предметы диагностики, это круто. Для того, чтобы начать. А так лучше, конечно, развивать себя как бы ментально, прокачиваться. Потому что, на самом деле, многие эзотерики считают, что любые монтические системы — это костыли. А ты, как бы, не должен ходить на костылях. Ты должен сам развиваться, развивать свое внутреннее ощущение, эмпатию к человечеству. Но я понял, что мне лично эмпатия вот это вредит. Потому что, когда я вижу людей, я их бессознательно ощущаю. Ощущаю, как они себя чувствуют. Эмпатами тяжеловато. Реально тяжеловато. Мы ничего ждем. Дима, когда в Тольятти? Когда в Тольятти? Когда в Тольятти? Ну, сейчас, например, в Тольятти. Поэтому и причу, кто отсюда, давайте видеться, общаться. Классно. Меня тоже называют инопланетянкой такая форма скуль. Плюс в начале Бест был худой. Поэтому похожа на инопланетянина, а дальше рисуют фантазию. Ну, может быть. Но я не вижу в этом сходство с пришельцами. Я почему-то их представляю себе как-то по-другому, что ли. Во, вот так вот. Вот в таком оттенке сразу, блин. Готов ли я к новым отношениям? Так я в отношениях. У меня нету обучения. Я не веду практики. Не обучаю людей. У меня все такое родословное. И я, как бы, сам для себя это в основном делаю. В основном обращаются. Я работаю как с клиентом. Что делал сегодня? Вот много всего делал, на самом деле. Всякой бытовой фигней занимался. Рассказываешь с кем-то свои мысли любишь. Рассказываешь. Конечно, вот с вами общаюсь и размышляю обо всем. О чем угодно. Я вообще считаю себя довольно открытым человеком. Особенно по отношению к вам. Ты тактильный? Да, я тактильный. Сто процентов. Мне нравится посещать человека. Валяться, обниматься, трогать его. Я, как бы, наверное, и на битве тоже было видно, что я со всеми просто, ну, как на языке тела тоже работаю с прикосновениями. В бытовых тоже есть место быть. Да, главное, чтоб немного, пожалуйста, больше. Когда в Питер приеду. Наверное, кстати, через неделю-три приеду в Питер. Ты где примерно? А я тебе не могу сказать, иначе все, ну, все узнает, где я. А здесь? Где-то здесь. Где-то здесь. В лобике в основном. Когда воронишь. Понятия не имею, пока когда воронишь. Волосы, да, прикинь, нифига себе. Только что вот ты, пока ты в эфир не зашла, они тут были вот так как-то, а сейчас уже... Блин, футболки дорогие, 21 тенге. Я тысячу доставку не видел в Казахстан, мы вообще просто офигевали. У вас доставка выходит в районе 7000 тенге где-то. 6-7. Или нет, или даже больше. Круче вообще кошмар полный. Планируешь еще где-то сниматься? Да, планирую. Планирую кое-где сниматься, если у меня не получится ни один мой проект, над которым я работаю 10 лет уже. Сильный юмор, но да, сильно приколен. Как примерно себя в Питере увидеть, да? Как между глазами. Но я там, кстати, меня там очень часто можно встретить со всех, кто что был в центре где-нибудь, на Невском, может там где-то там. Будешь ли ты отращивать волосы? Ну, если все попросят, наверное, буду. Мне вот, честно, как-то без разницы. Но я сейчас на прикольный, клевый. Поднял настроение под вечер, видишь, все, значит, я не зря. Значит, я тут не зря сидел, занимался всякой ерундой и круто. Я рад, что я тебя обрадовал. Со мной в ЛС пообщаться можно, но я, видишь, там завалено все. И я не могу всем ответить вот так сразу. Отращиваюсь, все хорошо буду отращивать. У меня уже есть там план капкан, как их там постоянно менять на башке и будете угорать надо мной. Плохо слышно? В ЛС, ну, можно пообщаться, но я говорю, я там редко отвечаю. В основном, если проблемы все на почту, если просто так поговорить, ну, привет, как дела, что-то там делаешь, чем занимаешься, это просто сама с этим можно. Отправить подарок, не надо подарки, пожалуйста, успокойтесь с этими подарками. И мне некуда складывать уже все эти рисуночки маленькие, там пандочки, вся вот эта штука. Остановитесь, пожалуйста, остановитесь, не надо дарить мне больше подарков. Какие для тебя энергетические места есть? У меня есть один ритуальный лес, в котором я работаю и практикую. Есть погост один, и все, по сути, все. Есть гора, например, гора в Алма-Ате, мне тоже понравились, там можно медитировать и видеть, прикольно. Как при встрече общаться на «ты», конечно, ты чё, давай на «ты», и по-любому. Я тебе написал в ВК, ты не отвечаешь. Ну, блин, у меня 130 тысяч там сообщений, они просто вот так уже завалены, там они как-то дублируются, крутятся. Мы тебя слишком любим, я вас тоже слишком люблю. Вот, вот, слишком. Больше чем вы меня, сто процентов. Вот сто процентов. Потому что вы вообще раскрасили мою жизнь, на самом деле. Не представляете, насколько я вот... Мне ещё прикольно, я теперь из-за того, что меня все знают, куда-то прихожу, я уже везде как будто знакомый. Я могу постоять, там что-то поболтать, там вот пацаны бильярдную открывали. Я захожу, они такие «О, Дим, привет». Я их даже не знаю, говорю «Привет, что делаете?» Типа «Вот бильярдную открываем». Я говорю «Помочь чем-нибудь». Они такие «Ну, давай, там что-нибудь, столы попаду, передвигайте еще что-нибудь». Прикольно, что ты такой уже как бы везде здесь, все знают, все так радуются. Короче, вы изменили мою жизнь просто тем, что вы есть. Спасибо. Значит, я растрогался. Ладно, давайте как-нибудь это... Сменим тему, тут слишком очень сентиментально, скоро плакать будем, как мы любим друг друга. Я написал в ТГ по поводу футболки. Пока менеджеры отдыхают, у нас были большие отправки. Мы сейчас все просто вот, ну, упали и лежим. Все, у нас больше нету никаких сверхусилий, чтобы дальше отвечать и обрабатывать заказы. Кто шкаф? Кто говорит? Я шкаф? Да не вряд ли. Мне ещё надо много-много работать. Не буду я спину выпрямлять, я шкульпторист. У меня вообще привычка, у меня посадка моего тела, вот. Я вот такой обычно сижу, что-то там делал. Вот так сидеть, что-то. Почему просил фанатов писать заяву на Катю? Я просил фанатов писать заявление на кого-то. Вы где это выдумываете? Вообще, кто это придумал? Я вообще просто не понимаю, мы в разных измерениях. Есть какое-то альтернативное я, который там всех девочек обижает, ещё заставляет на них заявление писать. Ничего, заняться нечем, что ли? Вы серьёзно? Я из дома не выхожу, я альбом делаю. Какие заявления вообще мне делать? Нет, для чего я стараюсь? Работаю, тружусь. У меня, блин, поставки, футболки, работы, татуировки, блин. Я ещё буду сидеть вот эту тайную жизнь какого-то клона Димы Матвеева, который, видимо, что-то творит. Придурок. Да, конечно, придурок какой-то придумал. Я просто в шоке иногда читаю, что там делают. Люди, причём, так верят, очень легко верят. Я вот не ожидал, если честно, что вот так просто можно прям вот сантиагетировать большое количество людей на то, что вот смотри, какой он плохой. Вот смотри, какой он плохой. Может, я и плохой, я просто ничего не делаю, я занят делами своими. Я не могу понять, хороший, плохой это. Поэтому не верьте, короче, слухам никаким. Если что-то надо, можете у меня спросить, я отвечу. Но просто когда речь идёт о каких-то там личных взаимоотношениях, мне иногда просто не хочется. Я думаю, блин, почему я должен свои личные взаимоотношения вот так вот тут на публику вставлять? А меня начинают валить там всякую выдуманную херню. Я думаю, блин, может быть, придётся. Придётся ответить там на что-то или что-то такое. Покажи пресс. Не хочу. Не хочу. Не сегодня. Над ним ещё надо много работать. Я потом сделал прямом какую-то крутую фотосессию. Стоятельный такой. Важничать. Увидим меня ещё на телевизоре в зависимости от того, кто будет управлять этим телевизором. Слухи и домыслы. Конечно, их тонно вообще. Ты не представляешь, насколько сильно я устал от того, что там люди придумывают. Вот. Либо переиначивают, перефразируют как угодно. Я вот говорю. Причём интернет сейчас такой, что вот просто от формы сообщения можно как угодно выкручивать смысл. Вот это вот перебирать. Это вот как у Киша была эта вот танцы злобного гения песни. Где это всё можно переиначивать, менять. Что с голосом он устал. Чё на Муз ТВ отказался идти? Кто отказался? Я не отказывался. Это мне отказали туда идти. Продюсеры битвы. Сказали, ребята, это другой холдинг. Мы не можем отдать своего человека туда. Это нужно сделать официальный запрос. И те ребята такие официальный запрос. Всё понятно. Тогда у нас нет времени на это. Потому что там было всего чуть больше недели. На то, чтобы взять меня на Муз ТВ. Такая история. До сих пор злюсь. До сих пор недовольна этим обстоятельством. Потому что рад. Но я ещё по-любому. Вы меня ещё увидите на Муз ТВ. Если я начну делать форматную музыку. А не тот кромешный ад, который я сейчас пишу. Понятно. Понятно. Наругался, скажи. Нарефлексировал. Мы просто такую тему затронули. Мне очень радостно. Потому что я недавно вот прям прыгал. Думаю. Блин. Всё. Я пойду на мой стулья. Сейчас там классно. В итоге мне сказали. Извини. Просто комфортик. На ночь. Прямо настроение полетело. Значит я не зря тут сижу на этом стуле. Просиживаю. И дай привет Маше. Маша, привет. Большой тебе привет. В каком стиле будет альбом? Альбом будет. Я стараюсь в альбом, знаешь, вложить вот мою любовь к эзотерике, к атмосфере, к каким-то природным стихиям. Прямо от этого ещё, конечно, добавить в это всё вайбов, современного звучания и мрак. Но всё будет довольно мрачненько. Ну всё будет такое в ракешном стиле. Сейчас попробую ещё один коллаб. Если этот коллаб не выйдет, то я, наверное, временно буду самостоятельно опять делать. Очень сложно найти людей, с которыми можно коллаб сделать адекватно. Самое любимое женское имя Юля. Ты лучшая, спасибо. Спасибо, спасибо. Зайдёшь в чат после эфира. Может зайду, может нет. Я считаю, я с вами здесь общаюсь. Чё, давай тут поболтаем. Задолбал, игнорит. Настя, я не вижу. У меня просто фигня какая-то в чате. Чё тебя начало это триггерить? Расскажи и поделись. Упала слова за меня опять. Говорит, вот это всё. Где? Давай с Олегом коллаб, давай. Давай, не вопрос. Я думал, тоже не против. Хочешь добермана? Хочу, конечно, хочу. Ещё одна. Круто. В книге будет 366 страниц. Блин, ты меня пропалила, я вдумал над этим. Нет, будет гораздо меньше. 366 страниц я бы не написал сейчас в ближайшее время. А если бы написал, я бы, наверное, вас просто с ума свёл вот этой вот водой. И я старался как можно меньше страниц сделать, наоборот, чем больше. Холодно, без волос, вообще холодно. Кошмар, ты не представляешь, как сильно просто теперь. Когда Барнаул, Дима? Не знаю пока когда. Ты меня развеселил. Всё, значит, я не зря сегодня сидел с вами. Круто. Всё. Все, кто развеселились, уходите веселиться. Всё. Хорош. Отдыхайте. Ура! Коллап с Олегом, конечно, будет. Сто процентов. Приеду. Врянск. Может, приеду. Книга будет на ВВ. Книга будет везде. Вот с книгой не так, как с мерчом. Мерч я решил специально оставить только официальный сайт. И, возможно, в ближайшее время будет где-нибудь точка Москва-Питера одна. Вот. А книга будет на ВВ, на Азоне, на всех вот этих вот платформах. Пофигу где. Будет на книжных прилавках на всех. Будет в магазинах, в литературных отделах. Она будет везде. Дима, чего? Чего? Ну чего? Когда эфир с Юлей? Юля вообще не хочет вести медийную жизнь. Я не понимаю, как она сейчас вообще тоже справляется с этим наплывом всего вот этого внимания. Вот. Она вообще не планировала. У нее закрытые профили. Она там сидит все тихонько и... Вот. Переживает. Онлайн-формат будет книги? Я думаю, будет. Но это будет уже зависеть от книжного издательства. В этот раз мы передаем как бы права на выпуск, на отправку, на все остальное. Поэтому это будет зависеть только от них. Не от меня. Я уже не буду решать ни цену, ни расположение. Все будет везде. За какую цену, пока не знаю. Надеюсь, что подоступим. Попробуем договориться с ними. Будет сходка в Тольятти. Вот здесь в Тольятти сходки заканчиваются все время не очень хорошо здесь. Я куплю твою книгу, если тебе есть 18 лет. Книга будет 18+. Если бы ты жили в средневековье, тебя бы сожгли. Блин, ну вы, короче, прикапите меня. Я, блин, убедусь как дурак. Нежите меня, блин. Хватит. Я стесняться начинаю. Что такое книгу? Электронно, да, электронно можно будет прочитать мою книжку. Все будет круто. Моя мечта увидеть тебя, щетина. Я тут три дня ходил, не брелся. Я такой ужасный скуф. Просто кошмар. Не советую тебя. Это не очень красиво выглядит, поверь. Я просто выгляжу, как какой-то выживший алкоголик. Просто потерявшийся в жизни. Юля, привет большое. Дима, я пойду завтра с цепочкой, как у тебя в школу. И сережки с тобой. Ты все, ты будешь самая модная. Сто процентов. Сияй. Цепь крутая. Слушай, я даже тоже тебе одену, чтобы у тебя это... Чтобы у нас с тобой был один и тот же вайп. Чтобы у тебя завтра в школе все было круто. Я тоже сейчас одену ее. Во! Все, смотри. Ну ты завтра в школе такая же будешь ходить. Катя, привет большое. Ты всегда красивый. Просто алкоголик. Я не алкоголик. Все. У меня, кстати, нету привязанности к алкоголю. У меня только все. У меня.